Богатые и знаменитые. Их жизнь кажется сказочной, а брак идеальный. Но лишь до тех пор, пока не появляется она, злая разлучница. И тогда красивой сказке приходит конец. Кто разрушил брак Татьяны Булановой и Владислава Радимова? Такое предательство, это очень так некрасивая такая вещь, подлая, противная. Почему жене актера Марка Гаранка пришлось в буквальном смысле отбивать мужа у соперницы? И, конечно, все почему-то стали жалеть ее. Что никак не поделят бывшие жены Армена Джигарханяна. Люди, которые считают меня меркантильной, меня так немножко обижают. Почему Алиса Аршавина была готова отправиться в тюрьму из-за соперниц? Отрежу пальцы, подложу наркотики. У меня единственный был вопрос, отходу у тебя наркотики? Чего не может простить вдова Николая Караченцева, бывшим любовницам своего мужа? Зачем вы на народ это выносите? Зачем вы выпячиваете себя? Ради чего? Ради того, чтобы еще раз приблизиться к Николаю Петровичу? Оскорбления, угрозы, драки. На этой войне все средства хороши. Но почему победа иногда оказывается хуже смерти? Эти женщины постоянно на чеку. Ведь их место в любой момент может занять другая, более молодая, красивая или ловкая соперница. Но жены знаменитостей не привыкли сдаваться без боя. Мы будем вместе. 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 Эту свадьбу обсуждала вся страна. 18 октября 2005 года главная страдалица российской эстрады Татьяна Буланова обрела свое женское счастье. Избранником 35-летней звезды стал нападающий питерского зенита 29-летний Владислав Радимов. Но разница в возрасте и статусе не мешала влюбленным. Казалось, их брак будет вечным. И вдруг, после 11 счастливых лет, громкий развод. Мы расстались. Это, на самом деле, для меня была очень забавная история. Правда. Певица до последнего держала лицо. И на вопросы о причинах расставания с мужем отвечала туманно. Мы абсолютно разные люди. Мы по-разному на жизнь смотрели. По-разному воспринимали какие-то вещи. Но настоящей причиной расставания стала вот эта женщина. Фитнес-тренер Ирина Яковлева. Она подтолкнула Владислава к разводу. Это был ее шаг. Спортивная фигура, копна белокурых волос, ослепительная улыбка. Фитнес-тренер питерского клуба Ирина Яковлева никогда не бегала за мужчинами. Это они выстраивались в очередь, только бы попасть к ней на занятия. У меня клиенты, это, конечно, в большинстве своем, это взрослые люди. Мужчины даже приходят на занятия групповые. Но главного мужчину своей жизни Ирина встретила не здесь. С Владиславом Радимовым они познакомились в одном из питерских ресторанов. Вот такой вихрь, который понесся, и несется, и его не остановить. То есть даже если там у них был момент, задержали самолет, мы все равно встречались, ехали в аэропорт, просто как-то так развлекались. В этих отношениях Радимов вел себя как свободный мужчина. Ирина была в шоке, узнав, что он жена. И на ком? Чем я хуже той и другой? А Татьяна Буланова даже не подозревала о существовании соперницы. Я никогда в жизни проверять не буду. Я доверяю, устраивая правила на верность, это совершенно пустая трата времени. Потому что, во-первых, отношения, изначально начинающиеся на недоверие, они, мне кажется, обречены уже на провал. Правда, провал их отношениям обеспечила именно Ирина. Статуса любовницы ей было недостаточно. Но Радимов умело отфутболивал все намеки о разводе с супругой. Мужчина тянет, тянет, говорит да-да-да. А на самом деле его просто устраивает такая ситуация, и ничего он менять не собирается. Он не собирается ни здесь разрывать отношения, ни там. Тогда Яковлева пошла в наступление. Исповедь любовницы-футболиста в вечернем прайме скандального ток-шоу произвела эффект разорвавшейся бомбы. От ее признаний ахнула вся страна. Но сильнее всех была шокирована Татьяна Буланова. А я Тань тут же позвонил. Ты смотришь или нет? Она говорит, мы с моим вместе смотрим, не поверишь. Я говорю, ну и как? Она говорит, да мы офигеваем. Обезоруженный Радимов оправдывался как мог. Яковлеву он объявил сумасшедшей фанаткой, которая мечтает погреться в лучах чужой славы. Татьяна держала лицо и выбирала тактику. Я не знаю, была ли у Владислава любовница, потому что вот та девушка, которая пришла на телевидение, мне кажется, человек просто хотел, чтобы о нем узнали. С ее стороны я слышала к себе очень много негатива. То я какая-то невменяемая фанатка, то там с болезнями какими-то, но я ее никогда не оскорбляла. Ирина приняла вызов. Ее выступления в ток-шоу и многочисленные интервью прессе обрастали все новыми подробностями. Радимов то умолял, то требовал от любовницы опять уйти в тень. Больше никаких интервью журналистам. Но Яковлева решила идти до конца. Женщина в таких случаях может совершить какой-то такой резкий поступок для того, чтобы, ну, чтобы он оборвал там. Она же понимала, что Таня это увидит тоже. Расчет соперницы оправдался. Публичный скандал поставил точку в отношениях Радимова и Булановой. Татьяна не простила изменника мужа и подала на развод. Измена – это такое предательство, это очень так некрасивая такая вещь, подлая, противная. Только просто ты живешь, там, допустим, с женой, а сам, говорит, на стороне, там, просто развлекаешься, это отвратительно. Но и для Яковлевой победа обернулась поражением. Даже расставшись с женой, Радимов не вернулся к любовнице. Надеялась, не надеялась, когда человек постоянно об этом говорит, и вдруг это происходит, все, вот люди узнали, ты можешь сделать выбор, да, и человек уходит в пусты. А вот бывшая жена другого знаменитого футболиста Андрея Аршавина была готова на все ради спасения семьи. И даже угрожала посадить или покалечить предполагаемую соперницу. Отрежу пальцы, подложу наркотики. А у меня единственный был вопрос, откуда у тебя наркотики? В сентябре 2016-го скандальный брак знаменитого футболиста и питерской журналистки прогремел на всю Россию. Ведь ради Алисы Казьминой многодетный отец Андрей Аршавин бросил семью. Один из самых дорогих игроков словно перечеркнул прошлое. Отказывался видеться со своей бывшей, телеведущей Юлией Барановской, и платить алименты детям. И все это ради питерской журналистки. Казьмину осуждали, называли злой разлучницей. Но уже через два года она сама оказалась в роли обманутой жены. Есть такой принцип бумеранга, когда одна любовница отбивает мужчину у женатого мужчину, и потом сама наступает на те же грабли. В то время знаменитый полузащитник жил в казахской столице. Играл в местном клубе и, по словам самого футболиста, вел тихий и размеренный образ жизни. Жизнь проста. Приезжаю на базу, тренируюсь, потом чаще всего еду домой, провожу время дома. Но в декабре 2017-го вся страна узнала, Аршавин отнюдь не скучает вдали от семьи. Можешь нормально меня за талию взять? Да, двумя руками. Она прославилась на всю страну с легкой руки Аршавина. В октябре 2017-го знаменитый футболист сделал популярной казахскую модель Ольгу Семенову, что называется одной левой. Бел он себя как раз-таки как свободный мужчина. То есть мужчина, который флиртует, мужчина, который обнимает, мужчина, который точно не похож на мужчину, который женат. Начал все трогать. То, что меня, то есть, да? И перепутал талию с грудью. А я не знаю, как можно было в принципе перепутать талию с грудью. Скандальное видео привело в ярость жену Аршавина. Мессенджер модели раскалился от угроз. Казьмина собиралась отрезать соперницы пальцы, чтобы отучить ее лапать чужих мужей. Алиса с детьми срочно вылетела в Казахстан, якобы спасать семью. Но Семенова была уверена. Жена футболиста летит, чтобы исполнить свои угрозы. Я поняла, что надо что-то делать, потому что иначе просто человека этого не остановить. Было два заявления в Российскую Федерацию, в Казахстан, о том, что если со мной что-то случится или с моей семьей, прошу винить семью Аршавина. Но в дороге у самой Казьминой сдали нервы. Она закатила скандал прямо в самолете, и Алису на половине пути сняли с борта. Жене футболиста пришлось оплатить миллионные издержки авиакомпании и просить прощения у Семеновой, только бы не оказаться в тюрьме. Это был нокаут. Через несколько месяцев Аршавин и Казьмина развелись из-за многочисленных измен футболиста. Казьминой удалось отсудить у бывшего мужа только 64 тысячи рублей в месяц. Тут есть что делить. Все мы понимаем, что у известных футболистов и других спортсменов у них высокие гонорары. Эти гонорары официальные, и их очень сложно будет скрыть. А недавно футболист решил сэкономить и надеть их от своей первой гражданской жены Юлии Барановской. Один из самых дорогих игроков в России завершил карьеру и объявил себя банкротом. Раньше его доход составлял 2,5 миллиона евро в год. И своим детям Аршавин ежемесячно отчислял 5 миллионов рублей. Теперь экс-футболист работает телеведущим и требует отсюда урезать алименты до 300 тысяч на каждого ребенка. Пока Аршавин судится с бывшими, Семенова не устает благодарить футболиста за легкую руку. Благодаря Аршавину я стала в какой-то момент долларовым миллионером. То есть сейчас моя зарплата в долларах. Аршавин сыграл очень важную роль в моей жизни. Независимо от того, что грязи, хайпа, всякого разного негатива я сполна, так скажем, отгребла. В необъявленной, но жестокой войне женщины не жалеют сил и не церемонятся с соперницей. Ведь победа в битве гарантирует им жизнь с любимым мужчиной. А на войне, как известно, все средства хороши. На любовных аренах разворачиваются настоящие боевые действия, где нет пощады врагам. Актер Марк Горанок так долго не мог выбрать между женой и любовницей, что женщинам даже пришлось драться за него в буквальном смысле слова. В далеких 90-х Марк Горанок стал известен благодаря участию в народных комедиях Дмитрия Астрахана. После фильмов «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна» 19-летнего студента театрального вуза с лучистым взглядом запомнила вся страна. Прямо на пляже. И познакомились. У Марка вот эта его обаятельность, что-то такая фантастическая. Сейчас, когда смотришь те картины, видишь, как он был, у него что, аура, он светился. Он мог бы стать звездой, но оказался прочно забыт. Актер винил во всем злую судьбу, ведь его буквально преследовали болезни и несчастья. Марк с детства боролся с псориазом, но во время переливания крови его заразили гепатитом и чуть окончательно не угробили. Четыре дня врачи бороли за мою жизнь, будем так говорить. Все, и после этого четыре операции, и на полтора года я выпал из обоймы. Но в близком окружении актеры считали, он сам виноват в своих бедах. Любой стресс Марк снимал алкоголем, а потом уже не мог остановиться. Марк одаренный человек, Марк очень талантлив, природа ему все дала. Он очень актерски одаренный был. Очевидно было. Настолько одарен, насколько был безбашен. В 2006-м, после уличной драки, Марк получил тяжелые травмы и впал в кому. Беспомощный и нищий актер оказался не нужен своей гражданской жене Веронике Голубицкой. Справиться с болезнью и вернуться к жизни Марку помогла давняя поклонница актера. Он был совсем поникший, он ничего не хотел, он уже ни во что не верил. И мне приходилось практически вот вдувать на него эту жизнь. Анна стала его нянькой, психологом и продюсером, а вскоре женой и матерью их общего ребенка, дочери Лизы. Папа в шоке. 40 лет дочка родилась, да? 42. Папа, я люблю, папа не отъел. Любовится папа. Ну, да. Своё творение, да. Видишь, как папа на тебя смотрит, или здесь? Окружающим казалось, муж должен буквально молиться на такую жену. Но вскоре выяснилось, что он изменяет ей с бывшей любовницей. А ты меня вспоминал? Вспоминал. А что ж, тогда я не звонил, когда тебе? Я звонил тебе? Я ж тебя тогда любил. Через 10 лет после своего ухода Голубицкая вдруг вспомнила о Марке. Ведь актер к тому времени уже прочно стоял на ногах, прилично зарабатывал и совсем не был похож на беспомощного и нищего инвалида, которого когда-то бросила Вероника. Она стала активно звонить Марку, настаивать на встречах. Сначала просто давай увидимся, потом это стало просто, знаете, вот невыносимо. Ночные звонки, ночные смс-ки. И, конечно, я уже тут просто удивляла, можно сказать. В эфире ток-шоу Вероника заявила на всю страну. Все это время она не переставала любить Марка и воспитывать их общего ребенка. Обе женщины решили вести войну до победного конца. Выясняли отношения на ток-шоу, осыпали друг друга оскорблениями и даже дрались в прямом эфире. И все-таки Анна победила. Для Марка важна была семья. Он хотел настоящей семьи, настоящую жену, семейный уют, постельное чистое белье. Там, я не знаю, борщ с котлетками, да. И ребенок, в конце концов. Я знаю, что я это ему подарила. Я знаю точно, что он счастлив. Похоже на мышку, которая есть сыр. На русскую. Я люблю конфеток. На русскую? Да. И все же в этой войне не бывает окончательных победителей. Иногда стороны попадают в вечный любовный треугольник. Меняются только его вершины. Так известный певец Владимир Кузьмин уже несколько лет не может понять, с кем окончательно остаться. С женой или любовницей? Я без тебя так одинок. Прости, я у твоих ног. Верни меня. Жил с Катериной. И тут же в следующем доме жила Светлана. И мы с ним много часов разговаривали. Он мне рассказывал всякие истории про отношения. И спрашивал мое мнение, с кем ему остаться. В 2017-м Кузьмин объявил о своем разрыве с третьей женой Екатериной Трофимовой. После 17 лет брака певец ушел от нее к молодой яхтсменке Светлане Карпухиной. Казалось, 37-летняя Екатерина смирилась с уходом мужа. Ведь соперница была моложе ее почти на 10 лет. И в 10 раз активнее. Все-таки 28 лет яхтсменка. То есть интересная у нее профессия, увлечение, хобби. Не самое дешевое, что я могу заметить. То есть девушка в любом случае вращалась в солидных кругах. Привыкла к вниманию богатых и интересных мужчин. Светлана Карпухина уверяла, что с детства мечтала только об одном. Владимире Кузьмине. Она даже бросила прежнюю работу и устроилась организатором концертов Кузьмину. Только бы быть поближе к своему кумиру. Такая тесная взаимосвязь ожидаемо окончилась любовной связью. И дракой между соперницами. Влади рассказывал, что они там царапались. Что там типа айфоны летели с 20 этажа и так далее. То есть все через это проходят. Его супруга очень ярко реагировала на данную ситуацию. Она не готова была его отпускать в объятия новой возлюбленной. Были драки, разборки, разговоры. А в 2018-м таблоида облетела сенсационная новость. 63-летний певец и 29-летняя яхтсменка стали мужем и женой. Казалось, Екатерина Трофимова окончательно проиграла битву с молодой соперницей. И вдруг шокирующая новость. Владимир Кузьмин вернулся к прежней жене. В один прекрасный день Светлана приехала и начала открывать дом. Был замок поменен. Потом уборщица сказала, что вы здесь больше не живете, забирайте свои вещи. Однако официально воссоединиться с бывшим мужем Екатерина не торопится. Ведь Кузьмин продолжает оплачивать съемную квартиру, где льет слезы брошенная яхтсменка. Оставляет, как это можно выразиться, запасной аэродром. Борьба за любовь разворачивается не только между женщинами. Иногда знаменитые мужчины готовы жертвовать репутацией и устраивают настоящие бои без правил. В конце 18-го это видео взбудоражило поклонников Ксении Собчак. Известная телеведущая и счастливая жена актера Максима Виторгана выложила провокационный ролик. К счастью, он оказался постановочным. Эпатажная светская львица просто подогревала к себе интерес публики. Максим, ты здесь явно лишний. В этом автобусе. Не обязательно повторять то, что ты говоришь мне каждый день. Но через несколько месяцев в интернете появилось новое скандальное видео. Вот только Максим Виторган уже избивал не жену, а модного режиссера Константина Богомолова. И, судя по всему, совсем не понарошку. Была кровь, был разбитый нос, были свидетели, которые были, да. Константин пил кофе и даже говорили, что он не был трезв. То есть источники, которые сообщали о том, как это случилось, да, и как был спешен Максим Виторган. Слухи о том, что обманутый муж сломал Богомолову нос из ревности, взбудоражили московский бомон. Сплетники смаковали детали. Ведь Виторган сам познакомил жену с будущим соперником. И не переставали информировать обманутого мужа о новых встречах Ксении и Константина. Но Максим дал понять, новой драки не будет. В этой любовной драме он первым поставил точку. Ребята, завязывайте. Первое, я не работаю по вызову. Второе, я не выдержу второй раз такого визга. Третье, этот гештальт я закрыл. Всем спасибо, все свободны. Ну, вот и все. Разлетелись. Слабак сдался без боя, шушукались за спиной Максима. А Ксения и Константин сыграли громкую свадьбу. Нам удобно сидеть? Прекрасно. Да? Жарко просто открыли. Да. Ну, что, ладно. В апреле друг знаменитого актера Армена Джигарханяна, продюсер Марк Руденштейн, шокировал поклонников своими словами о состоянии артиста. Его больше нет, не понимает, что с ним происходит. Марк Руденштейн уверен, 84-летнего Джигарханяна добили разборки с бывшими женами. Несколько лет подряд Татьяна Власова и Виталина Цымбалюк-Романовская публично делили артиста. И делились подробностями его жизни. Мне с ним воевать не за что абсолютно. Поэтому, что бы ни началось, это может быть только в рамках медиапространства. Однако скандалы привели к тому, что в 2017-м, после очередного шоу, где обсуждалась его жизнь с Виталиной, Джигарханян был экстренно госпитализирован. Все это вышло в публичную плоскость. И как-то обсуждали много всяких воршивых фактов и так далее. То есть, когда Армен Борисович что-то узнал, ему было, конечно, крайне неприятно. Мне кажется, он не заслужил такого отношения к себе. Брак Джигарханяны и Власовой считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Они прожили вместе более 50 лет. Но в 2015-м Джигарханян официально сменил старую жену на молодую избранницу. Новой супругой 82-летнего народного артиста стала его давняя любовница. 39-летняя киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Сейчас, думаю, уже ответственно, что это была моя последняя невероятная любовь. До сих пор. Обиженная Власова уверяла, что Виталина начала охоту на Джигарханяна еще в далеком 1994-м, когда 15-летней девочкой пришла просить автограф. А вскоре заняла прочное место в его театре и постели. Армен Борисович для нее был нечто вроде небесного лифта. То есть это такой джекпот выпал. И она воспользовалась этим в полной мере. И на этом небесном лифте взмыла вон туда. Но Виталина настаивала. В отличие от Власовой, она любит знаменитого артиста, который годится ей в дедушке. Звонил каждый день Татьяне Сергеевне в Америку, но она не приехала. Если бы она приехала, я бы отошла. У меня не было каких-то амбиций завоевать больного человека, его, понимаете, тащить на себе. Но не прошло и года после свадьбы. Как выяснилось, артист в больнице. Видеть супругу не желает и вообще подает на развод. И выяснилось, что это удивительно сложные взаимоотношения. Даже, боюсь, рождепные. Актер выставил молодую жену воровкой и убийцей. По словам Джагарханяна, она тайком травила его лекарствами. Только бы поскорее овдоветь и завладеть всем имуществом. Человек долгое время находился рядом с молодой, весьма привлекательной девушкой. А теперь вдруг, когда случился конфуз, он удивился и сказал, что его обманули и обокрали. Татьяна Власова быстро сориентировалась, срочно вернулась из Штатов ухаживать за больным мужем, которого простила публично. И также публично вступила в схватку с молодой соперницей. Оружием стало ток-шоу, в эфире которого Цымбалюк и Власова появлялись чуть ли не ежедневно. И всем казалось, что Татьяна выиграла этот бой. Газеты пестрели заголовками. Супруги снова вместе. Но побежденная Виталина уверена, это обман. Это были слова на камеру, никто не приехал. Все сразу уехали, забрали все свое и уехали обратно жить. Их не интересует и никогда он не интересовал. Армен Борисович и ваша мама снова вместе. Снова вместе? Да. Ну, просветите меня по этому поводу. Они вместе, что ли? Мама правильно поступила, что приняла его обратно в семью? Она его приняла в семью? Вы мне просто сейчас столько нового говорите. Похоже, что целью этой ожесточенной битвы стала не любовь, а недвижимость знаменитого артиста. Обеих жен куда больше интересуют дома и квартиры Джагарханян. Пока тот, забытый некогда любимыми, угасает в одиночестве на съемной квартире. К сожалению, в возрасте, когда ты уже не можешь так активно работать, ты нуждаешься в поддержке. К сожалению, Армен Борисович там, можно сказать, достаточно одинок. Эта изнурительная и жестокая война длится тысячелетий. Жены против любовниц. Мужчины в качестве желанных трофеев. Бои без правил и привилегий. Но иногда появление соперников на любовном фронте только повод избавиться от надоевшей второй половины. В этом убедился российский футболист Денис Глушаков. В 2018-м Дарья Глушакова закатила скандал на всю страну, поймав мужа на горячем, застукала благоверного в парилке с любовницей. И даже сняла жаркое видео. Вот он, в бане велико. И проститутка его. Но сам футболист доказывал, это подстава со стороны бывшей. Сто процентов это была слежка за ним, чтобы записать видео. Поэтому тут, как говорится, рыться в пушку у обеих сторон. Глушаков был убежден. Дарья давно искала случай, чтобы с ним расстаться. Случай представился быстро. Возле машины футболиста начал подозрительно часто мелькать белый автомобиль. Его хозяйка, Кристина Арсеньева, оказалась давней знакомой Глушакова. Все остальное было делом техники. Открывать дверь, Оль! Надо! Жена Глушакова давно подозревала, что муж ей не верен. Ходили такие слухи. А выложив это видео, она получила возможность говорить, что вот она такая бедная и несчастная. Получила возможность требовать большие отступные, большие алименты. Жена подключила к делу известных адвокатов. Глушаков не сдавался. Вывел с семейного счета 300 миллионов рублей и начал с бывшей войну за детей. Я тебя, тварь, сотру в порошок. Крыс. Ты сдохлась. Я его тебя уничтожу. Оскорбленная таким неспортивным поведением жена отсудила компенсацию в 42 миллиона рублей и ежемесячные 5 миллионов рублей алиментов. Однако точка в громком футбольном разводе еще не поставлена. Глушаков подал встречный иск, в котором требует от бывшей 200 миллионов рублей моральной компенсации за разглашение деталей его частной жизни. Кто забьет решающий гол на этом поле, пока неизвестно. А вот жену известного телеведущего Константина Ивлева измена мужа оскорбила до глубины души. Где мой нож? Я не понял, где мой нож? Знаменитый телекулинар оказался на ножах с супругой. Когда после не одного десятка лет семейной жизни, погорел на романе с молодой журналисткой. Сюда. О, какая удача. Зашел тот сам Константин Ивлев, который ведет шоу с дамой. Надеюсь, я никого не спалила. 46-летнего шеф-повара застукали в ресторане с 27-летней Валерией Куденковой. Неизвестные доброжелатели не поленились снять встречу на видео и прислать жене. Шок, ярость, истерика и неизбежный развод. Если кто мне сейчас не даст мой нож, битвольной битой по коленной чашечке молотком в голову кишмиш-пяйница 13-я. Бойман и с поличным муж не стал отпираться. Ведь впереди его ждала новая жизнь с Куденковой. Такая же безоблачная, как погода на Мальдивах. Куда он укатил с новой пассией сразу после разборок с женой. Выяснять отношения с молодой соперницей Мария Ивлева побрезговала. Не думала, что подобное коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину. А он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал. Куденковой приходится отбиваться от многочисленных хейтеров, которые преследуют Валерию в социальных сетях. Тебе все вернется, поверь. На чужом горе счастья не построишь. Костя перекусит и выбросит, как и жену. Но Валерия продолжает выкладывать в сеть совместные снимки и хвастаться подарками. А своих преследователей называет несчастными, обиженными людьми, которые ей завидуют. Они никогда не чувствуют себя в безопасности. Ведь на их мужей постоянно ведется тайная охота. Известные, состоятельные, харизматичные мужчины выглядят лакомым куском в глазах других женщин. Но жены не дремлют. Они живут на линии фронта и готовы в любую секунду отразить нападение врага. У меня красивый. Нет таких красивых, как мой Колечка. Он один, красавец такой. Это последние съемки народного артиста Николая Караченцева. После страшной аварии в 2005-м актер стал инвалидом. Утратил возможность ходить и разговаривать. Его правой рукой, сиделкой и переводчиком стала жена Людмила Порнина. Кто смотри, как ты выступаешь во дворце съезд. Красавец! Откащайся, откащайся, спокойно только. Глубоко. Вот так вот. Вот так. Ага, болит чуть-чуть, но ничего. Она отчаянно боролась за жизнь своего колясика и не уставала признаваться ему в любви. Но даже подумать не могла, что ей придется сражаться не только с болезнью мужа, но и с еще одним, не менее опасным противником. Не знаю, на что вы надеетесь, мадам, но на меня вам рассчитывать нечего. И письма писали. И твои руки, твои ноги, обивающие мое тело, понимаете. Случайно, однажды я оставила это письмо на столе. То есть я читаю, это Коля утром показался. Он так, надо порвить. Ладно, побежал, он побежал. А я не успела порвать. Приехала моя мама, собрала вещи мои. И когда я пришла со спектакля, она сказала, мы уезжаем. Я не знала, что он такой подлец. Они прожили вместе больше 40 лет. Но все это время Боргина была на передовой, защищая свой брат. Никто и не подозревал о многочисленных изменах артиста, пока после страшной аварии он не превратился в беспомощного инвалид. И тогда о своих романах с ним начали заявлять многочисленные женщины. Ведь ни возразить, ни оправдаться актер уже не мог. У Караченцова был роман с актрисой знаменитой Ольгой Кабо. И, собственно, однажды Кабо пришла на ток-шоу. И вскользь сказала, что у нее с Николаем Петровичем была связь, очень нежные отношения. И потом Поргина прокомментировала это, заявив, что, ну, Ольга Кабова замечательная, потрясающая, красивая женщина, и не влюбиться в нее сложно. Но эта история была только первой ласточкой. Вскоре о своей связи с актером заявили художница Екатерина Подколзина и бывшая балерина Мариинки Елена Дмитриева. В 1985 году Екатерина Подколзина рисовала портрет известного актера. И сама не заметила, как влюбилась. Это как-то так пошло в сердце. Я с этим чувством живу уже в протяжении... Сколько? 30 лет скоро будет. Художница уверяет, знаменитый актер отвечал ей взаимностью. Но Подколзина боялась разбить чужой брак. И только когда Караченцев дал ей понять, он уже свободен, Екатерина решилась на свидание. Меня так вот грубо, зримо спрашивали о физической близости. Да, нет, мы этого избежали. Все это могло состояться уже потом, когда вот накануне аварии они разъехались. Клайп Троевич жил на даче, супруга в доме. Вот, и мы планировали встречу. Но страшная авария, которая случилась за два дня до свидания, перечеркнула их роман. Екатерина увидела Караченцева только в больничной палате. До самой смерти художница регулярно навещала любимого мужчину. Ведь, по ее словам, Людмила Боргина заботилась о своем знаменитом муже только на публику. Я попыталась ей ответить той, которая художница, которая сказала, что она его любовница. Вы можете выдавать свои фантазии за реальность, но только тогда держите это при себе. Зачем вы на народ это выносите? Зачем вы выпячиваете себя? Ради чего? Ради того, чтобы еще раз приблизиться к Николаю Петровичу? А вот Елена Дмитриева настаивала, у них все было всерьез и надолго. Ведь ее связь с Караченцевым длилась 23 года. 18-летняя начинающая балерина Елена Дмитриева познакомилась с актером в 1982 году в гостях у балетмейстера Дмитрия Брянцева. Они протанцевали весь вечер. На прощение актер попросил у новой знакомой номер телефона. Так начался их роман. Эти чудные девушки, когда выходят на телевидение, называют себя любовницами. Ну, я не буду их бить по лицу, понимаете? Я не буду, я говорю, пускай вам Бог будет судья. Дмитриева знала о том, что у Караченцева есть жена и сын. Но ее это не останавливало. Елена начала выдвигать актеру ультиматумы. Или она, или Поркина. Ну, дрянь! У нее просто лопнуло терпение. Последней каплей стало, когда он обещал приглашить ее на премьеру и вывести ее в свет, уже как бы в статусе, ну, официально раскрыть ее, да. А в итоге пришел туда с женой. Дмитриева, наконец, поняла. Битву за сердце артиста она проиграла. Но сразу после страшного несчастья с актером, балерина пошла в новую атаку. Дмитриева предъявила запись с автоответчика с голосом Караченцева. И простыни, на которых они занимались любовью, в буквальном смысле трясла грязным мельем. Ее фотографии, которые она сделала в гостинице, когда я приходила и фотографирую, все скоро поклонятся. А он всегда добрый, ласково всех обнимет, всех вот так вот обнимает, со всеми фотографируется. В таких фотографиях у меня миллион. Вышел какой-то постельный белье. Да это же просто ненормальность какая-то, вы понимаете? Тогда жена решила устроить допрос с пристрастием мужа. Но на вопрос, знает ли он балерину, Караченцев покрутил пальцем у виска. Боргина уверена, что эта история с мнимой любовницей его доконала. Пошел гулять, и потом ему стало плохо. Мы его привезли домой, и он сказал, я перед вами, можно передо мной, перед медсестру извиниться, что я заставил вас мучиться. Вдова Николая Караченцева убеждена, у нее просто не может быть конкуренток. Ведь все эти женщины мечтали разделить с ее мужем любовь и славу. Но только она оказалась готова делить с ним несчастье, и осталась верной ему до конца. И в горе, и в радости. Я тебя никогда не забуду Субтитры создавал DimaTorzok